МВД России МВД России В формате панельной дискуссии участники обсуждали то, каким образом взаимодействовать с Центром реагирования на инциденты, на чем строится защищенность Национальной системы платежных карт, а также каким образом в нужный момент перехватывать действия кибермошенников. В дискуссии приняли участие представители регулятора, ассоциации российских банков, Национального совета финансового рынка, а также ведущие специалисты банковской отрасли. Прежде всего надо четко понимать, что финансер только создан. Сейчас, я так понимаю, не банки и, видимо, не до конца ЦБ понимают, как он все-таки будет досконально работать. Главное его задачи сделать легче нашу жизнь, чтобы уровень фрода, в целом банковского фрода, был ниже, чем сейчас. Поэтому это основная задача финансерта. Это координация действий банков при борьбе с злоумышленниками Киеверки и Стоковым. И очень надеемся, что цель будет достигнута, скажем так, перспективить год. Ну, а всей этой истории PCI DSS не денется никуда, потому что его из Visa и MasterCard остаются. Здесь и интересен вопрос, что будет, когда НСПК выпустит свою платежную карту, потому что НСПК собирается отставить платежную систему, как Visa и MasterCard, только в российской платежной системе. Здесь возникает вопрос, а что сделать с безопасностью? То есть либо применять стандарт PCI DSS, либо придумывать свой стандарт. Это как бы первый вопрос. А гораздо более сложный вопрос, как мы выяснили в ходе конференции, а, собственно, нужно формировать российские законы, достаточно тяжело позволяют формировать сообщество независимых аудиторов, как это сделано в рамках PCI-Cancel. Как нам говорит ЦБ, это вообще противоречит закону в Российской Федерации. Поэтому крайне важно будет решить эти вопросы в обозримой перспективе, потому что стандарт можно взять в тот же PCI DSS, можно сделать что-то свое, но крайне важно разобраться, а кто, собственно, будет все это контролировать, кто будет контролирующий орган, ну, видимо, ЦБ, либо НСПК, видимо, ЦБ, да, и кто будет заниматься аудитами в соответствии с этим стандартами. Это вот самый главный вопрос. Как я сказал, здесь достаточно серьезные законодательные ограничения. Стандарт безопасности индустрии платежных карт PCI DSS внедрается в Россию уже достаточно давно. Однако при его внедрении в конкретном банке специалисты предпочитают основываться на опыте коллег. Доклады и мастер-классы на конференции – это экспресс-обучение от ведущих специалистов крупнейших банков России. А выставка – отличный шанс завязать и укрепить деловые контакты. Неофициально конференцию «Информационная безопасность банков PCI DSS Russia» называют «Летней сессией Уральского форума» – одного из самых крупных событий информационной безопасности банков России. Летняя сессия собирает широкий круг специалистов, чтобы обсудить накопившиеся за последние месяцы наиболее актуальные и практические вопросы. В ближайшее время в эфире канала БИЗ-ТВ вы увидите интервью с участниками мероприятия, которые поделятся своим мнением относительно тем и проблематики, поднятые на прошедшей конференции. А наш репортаж с конференции «Информационная безопасность банков PCI DSS Russia 2015» подошел к концу. Сюжет для вас подготовили БИЗ-ТВ и я, Тамара Никифорова. Следите за новостями информационной безопасности вместе с нами. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!